ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно спокойно пребывать 10 человек до 7 суток. За счет воды, для еды, то есть вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сюда выходит выхлоп из дизелей, также выходит из турбин. Общая мощность 54 тысячи лошадиных сил. Максимальная скорость, которую может развить данный корабль, это 32 узла. Это почти 60. 60. При том, что длина корабля 123,5 метра, ширина 14,5. Посадка носа 7,5 метров, кормой 5. А зачем он сегодня включен? А? Крючен зачем он? Это сердце, он всегда располагает. Должен? Иначе его надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждая часть корабля имеет свое определенное название. Так же, как вертолетная площадка, вот только что мы прошли, шкафут называется, это торпедная. Как видите, слева и справа от вас расположены торпедные аппараты. Каждый торпедный аппарат имеет по 4 так называемых трубы, в которых находятся торпеды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 8 метров, вес 1700 килограмм, при этом взрывчатого вещества, у них так называемого морского, 800. Умножаем на 2, получаем тротилку. То есть очень мощно. Как-то неоправдаются. С помощью специальных комплексов. Это специальные комплексы, которые находят подводные или надводные цели. Управляемые? Торпеды? Есть торпеды разных типов. А типовые? Нет, акустические есть. Это противоподводные что? Самонаводящиеся, да? Ну, акустическая она идет по так называемому килеватору. То есть корабль за собой оставляет определенный след. В любом случае он издает звук, шум винтов. И вот она и ориентируется. Там очень долго нужно объяснять. Они выстреливаются, чтобы выстрелить. 1700 килограмм давления в каждой из этих труб. 100 килограмм на 1 сантиметр кубический. Это 100 атмосфер? Да, противоракетная оборона корабля есть. Все дальше. Все дальше. Пройдемте дальше. Проходим арку. Кто-то у нас тут? Кто-то у нас тут уже? В данный момент мы попадаем на полубак. Так называется часть корабля. Перед собой вы видите РБУ-6000. Две установки, которые служат для поражения подводных целей. Торпед противника. Также мин. Следующие это ЗРК ОСА. Вот то, что вы спрашивали. Противоракетная оборона. И также противовоздушная оборона. То есть самолеты, вертолеты, ракеты, а также малоразмерные цели. То есть небольшие корабли. То есть по большим кораблям она не особо эффективна. Она не используется. Я имел ввиду, вот если вдруг там торпеда идет, ее можно как-то уничтожить. Вот это она, да? Вот. Вот этот комплекс уничтожает торпед. Подводные лодки. Они тоже воздухом выплевывают. Реактивные. Нет, они реактивные. Вы служили? Для передачи грузов на ходу. Я в Канштадте служил, когда еще Союз был. Я понял. И когда Канштадт был Останом. Я вас понял. В общем, пройдемте дальше. Вот это крутя. Сейчас перед вами основной великой корабля. Это АК-100. То есть артиллерийский комплекс. Почему 100? Потому что 100-миллиметровое орудие. Соответственно, скорострельность у него 60 выстрелов в минуту. Каждую секунду идет выстрел. Может атаковать надводные цели и воздушные цели противные. Без проблем. А дальность? До 15 километров. В зависимости от видимости погоды. Это ДШК? Так точно. Так называемый утес. Калибр 12,7 миллиметров. Служит для поражения малоразмерных швидкостных целей. То есть, как видели, катера, которые здесь патрулируют, они используются для их поражения. Потому что больше для чего он неэффективен. Пиратов много набили? Не убили ни одного. Ловили, да. Взяли в плен. Спасательные двери. Где? На пятую. Нет, это тамбур. Какой запас? При этом зенитный и фугасный целей. Зенитный, слушай, я поражения. Цели фугасы, это, соответственно, надводные цели противника. Вот. ДШК, плюс. Здесь всех. С одной и с другой стороны ничего не меняется. Просто мы перешли на левый пост. Станьте там. Фотографируйтесь, если у вас есть желание. Руками вот за это возьмите, там ничего не другое здесь. Вот так. Не переживайте.